Саратовская область в этом году вошла в число регионов России, где ожидалась неблагоприятная паводковая обстановка. Несмотря на то, что прогнозы экспертов не сбылись, береговая линия все равно под угрозой. Ей требуется укрепление. Наш корреспондент Станислав Жижин выяснил, какие средства сейчас доступны для борьбы с водной стихией. Источник вдохновения для художников – головная боль для инженеров. Вопрос берега укрепления для специалистов в этой сфере – один из главных. Каждый год вода смывает с лица земли от полутора до трех метров суши. Проблему решают различными средствами. Известно более 20 типов укрепления. Железобетонные и металлические сваи – один из возможных вариантов. Основной недостаток – трудоемкость монтажа конструкции. Не всегда это возможно ввиду того, что могут быть какие-то стесненные условия. Возможно наличие, скажем так, каких-то природных процессов, сползания и облазни процессы и прочее. То есть спецтехника может просто-напросто не подъехать и физически не сможет осуществить данные процессы. Поэтому используются габионы, которые более просты в установке и, соответственно, дальнейшей эксплуатации на гидротехнических сооружениях. Термин и сама технология европейские, но уже давно применяются в России. В Саратовской области первооткрывателем ее считается компания ПСК «Геодор». Уже несколько лет предприятие занимается производством габионов с различными размерами ячейки. Принцип производства прост. Оцинкованная проволока нарезается и скручивается на специальном аппарате в пружины, которые после заправляются в металлические стаканы. Вторая часть проволоки подается с раздатчика. Специальный механизм сплетает из них крепкие и надежные узлы, после чего изделие уже практически готово для монтажа. Далее наматываем рулоны определенной длины, снимаем их и устанавливаем на вот эту линию. Эта линия предназначена для размотки сетки, выпрямления ее и резки на карты определенной длины. В производстве на предприятии задействовано сразу несколько агрегатов. Каждый из них способен производить сетку любой длины, ширины и размера ячейки. Все зависит от ГОСТа или желания заказчиков, география которых не ограничивается лишь Саратовской областью. География наших поставок – это вся Россия. Мы поставляем габионы как в центральную часть России, так же и на север, так же и на Дальний Восток. В данный момент существует очень много проектов, где они заложены и, соответственно, работают. Самая дальняя точка нашей поставки в прошлом году – это была Чукотка. Интерес заказчиков к продукции вызван не только разнообразием форм, габионов, их простотой монтажа и доступной стоимостью. Главный критерий – качество и надежность конструкций. Перед отправкой очередной партии проволоки в производство образцы тщательно проверяются в лаборатории. Материал, который поступает в данном случае проволока, проверяется по диаметру, проверяется на наличие цинкового покрытия, чтобы оно соответствовало всем нормам, для того, чтобы мы могли полностью отвечать за наши качества. Именно двойное цинковое покрытие придает габионам долговечность и практичность. Гарантийный срок на подобные конструкции установлен ГОСТом и составляет от 40 до 50 лет. Завершенные объекты, выполненные из габионных конструкций, представляют из себя монолитные сооружения, прочность которых возрастает с годами. Они становятся частью природного ландшафта, являясь при этом его хорошим декоративным украшением. Станислав Жижин, Роман Шельдяев, Саратов, 24.